В эфире сыскное дело в студии Алина Чемерес. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, ведомственных проверках, чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. В Куйбышевском районном суде стартовал процесс по одному из самых громких дел в стране. Оно касается сбыта синтетических наркотиков. В нем 15 фигурантов. Чтобы все они смогли присутствовать в зале суда, заседание пришлось перенести в Новокуйбышевск. Андрей Горгуленко разбирался в тонкостях криминальной истории. Они фигуранты крупнейшего дела по сбыту наркотиков. По версии силовиков, 15 жителей Самарской области были участниками преступного сообщества. За три года обвиняемые сбыли 26 килограммов синтетических средств. Товар продавали не только в своем регионе. Занималась на территории субъектов Российской Федерации. Это Республика Пашкортостан, Самарская, Саратовские области, город Москва. Незаконным распространением сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Сбывали они, так скажем, дизайнерские наркотики синтетического происхождения. По информации полицейских, внутри сообщества работало четкое распределение ролей. При этом была полная анонимность. Работали курьеры, отвечающие за доставку и закладку наркотиков, а также кураторы и операторы. Между собой и клиентами обвиняемые общались с помощью сотовых телефонов и сети интернет. Запрещенные средства передавались через тайники, а оплата за них принималась через электронные кошельки. Следствию удалось установить всех участников группы, кроме организаторов. Дело в том, что уникальность этого дела, что без организаторов преступного сообщества здесь почему-то квалифицировали участие в преступном сообществе. Расследование дела завершено. Теперь обвиняемых ждет долгий судебный процесс. В случае, если их вина будет доказана, на наказание будут от 10 или даже 15 лет лишения свободы, в зависимости от роли в преступном сообществе. Редактор субтитров А.Семкин Следствию предстоит дать оценку действиям должностных или сконтролирующих органов, в обязанности которых входит проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними, а также проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетних детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 не только права, но и судовой билет с отметкой прохождения техосмотра. Если лодка чужая, еще и доверенность. Останавливают в основном тех, кто пересекает реку в неположенном месте. Здесь ходят баржи с грузом. Место повышенной опасности для лодочников. Наиболее частые нарушения – это управление маломерным судном, не прошедшим техническое свидетельствование. Также нарушение правил маневрирования. Соответственно, есть свои местные правила пользования годными объектами в Самарской области. Где прописано, где маломерные суды должны двигаться, а как они должны двигаться. Вместе с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам в рейде судебные приставы. По Волге они путешествуют с акцией «Должник». Моментально по базе данных выясняют, есть ли у капитана катера или лодки какие-либо задолженности. Удобно это и для самих неплательщиков. Расквитаться с долгами они могут прямо посреди реки. У пристава есть с собой специальный документ, информационная книжка, благодаря которой они могут принять эти денежные средства. Если мы обнаруживаем гражданина, который является должником, то мы также вызываем его в отдел судебных приставов. То есть он также может явиться непосредственно к своему судебному приставу для пояснения ситуации. Только во время этого рейда приставы нашли трех должников. Двое вовремя не оплатили штрафы ГИБДД. Один больше 8 тысяч должен за коммунальные услуги. В Кировском районном суде прошли предварительные слушания по гражданскому делу о краже 60 миллионов рублей со счетов вип-клиента одного из крупнейших банков страны. В преступлении обвиняется бывший менеджер. Четыре года назад ольятинский бизнесмен открыл три вклада – два валютных и один рублевый. Как и любому вип-клиенту, ему предоставили личного консультанта. Когда мужчина этой весной в очередной раз пришел в банк, ему сообщили, что остаток на его счетах составляет всего 200 тысяч рублей, а менеджер сбежал. Вскоре беглеца арестовали, завели уголовное дело. Но как так получилось, что миллионы просто испарились, банк пока не поясняет. Кассовые документы и, соответственно, еще там какие-то дополнительные договоры. Данные документы были изъяты в рамках уголовного дела. Мы об истребовании копии этих документов из материалов, в общем-то, заявили. Но судя по объему, полагаем, что у нас будет серьезная доказательная база для того, чтобы мы могли подтвердить наличие взаимоотношений именно с Сбербанком. Сбербанк в настоящий момент занимает пассивную позицию достаточно. Никаких пояснений по существу иска не было дано. У нас нет информации о том, какую позицию займет Сбербанк. То ли он признает действительность этих договоров, то ли не признает. Обманутый тольятинский бизнесмен намерен требовать, чтобы банк вернул ему деньги. Со всеми неустойками и пенни около 200 миллионов рублей. Как выяснилось в своей беде, он не одинок. Менеджер-аферист мог обмануть как минимум 10 вип-клиентов. Общий ущерб оценивается почти в миллиард рублей. Не доглядели. В Октябрьском районе Самары из окна восьмого этажа выпала четырехлетняя девочка. Пока родители кормили на кухне годовалого ребенка, старшая дочь осталась одна в комнате. Залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. Сейчас девочка находится в реанимации. Врачи больницы Середавина пытаются сохранить ей жизнь. В Самарской области с мая из окон выпали 26 детей. 23 получили травмы различной степени тяжести. Трое погибли. По каждому происшествию проводится проверка и оцениваются действия родителей. В зависимости от результатов им может грозить штраф. По каждому факту выпадения ребенка проводится проверка сотрудниками полиции, а также сотрудниками отдела опеки. По результатам этих проверок дается принципиальная оценка и условиям содержания ребенка, а также действиям родителей. То есть, где родители находились в этот момент, почему окно оказалось открыто, почему ребенок остался без присмотра. Цель найти и уничтожить. В Самарской области ликвидировали 7 очагов произрастания дикой конопли. Заросли наркосодержащего растения полицейские обнаружили в пойме реки Кондурча в Ялховском районе. Чтобы находчивые, но далеко незаконно послушные граждане не догадались торговать коноплей или делать из нее наркотики, растение, которое занимало участок почти в пять соток, скосили, затем сожгли. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова